Здравствуйте! В эфире «Факты и афиша». Куда сходить, что посмотреть? Об этом расскажу прямо сейчас. Из Петербурга в Краснодар в художественном музее Мини-Коваленко открылась персональная выставка петербургского художника, признанного мастера живописи станковой и книжной графики, заслуженного художника России Олега Ихнина. В экспозиции представлены большеформатные листы авторской графики. Главным образом монохромные, которые собраны в большие тематические серии. Газетные новости, исторические портреты, в том числе Пушкин и другие автопортреты. Все они выполнены в узнаваемой авторской манере. Работы Олега Ихнина можно посмотреть до 15 сентября. «Уроки музыки». Авторский спектакль Чулпан Хаматовой на краснодарской сцене. Постановка стала настоящей сенсацией. В ней органично сплелось поэтическое слово, емкая проза и музыкальное сопровождение. На протяжении всего спектакля актриса превращается в величайших поэтесс 20 века. Марину Цветаеву и Беллу Ахмадулину. И проживает на сцене целую жизнь. «Какое счастье, что это была не наука, а лирика. То, чего всегда мало. Дважды мало. Как мало голодному всего в мире хлеба». Сергей Полунин в 17 лет был принят в лондонский королевский балет, а в 19 лет стал премьером этого знаменитого театра. Причем самым молодым за всю историю труппы. Потом Сергей перебрался в Голливуд и начал актерскую карьеру. Но свое призвание в балете не забывал никогда. Осенью в Краснодаре он покажет сольную программу «Сатуре». Название «Сатуре» отсылает дэн-буддизму и означает на японском неожиданное просветление, добиться которого можно исключительно интуитивно, благодаря собственному опыту. Одна из самых востребованных исполнительниц на современной сцене, которая исполняла дуэты с Андреем Бачели и Мирей Матье. Многократный лауреат престижных музыкальных национальных премий. Певица Зара выступит на сцене Краснодарского центрального концертного зала. Кубанская столица – один из пунктов большого гастрольного тура исполнительницы. Я ворона, ты бросил меня на белом покрывале января. Песни из прошлого, которые погружают в атмосферу молодости и приятных воспоминаний. Любимые мелодии 90-х прозвучат на мега-вечеринке «Звездный пикник». Она пройдет 29 сентября в Денском районе. Заявлено участие группы «Комиссар» и золотого состава «Стрелок» Линды. А теперь поговорим о киноновинках. Адский клоун Пеннивайс возвращается. Прошло 27 лет после событий первой части. Пути главных героев разошлись. Они выросли, у каждого своя жизнь. Но им снова предстоит вернуться в Дерри, штат Мэн, и столкнуться со страхами из детства. Ведь злой клоун не дремлет. Он придумал коварный и безжалостный план мести для подзрослевших детишек. Оно 2 в сети кинотеатров «Монитор» с 5 сентября. Заседание клуба неудачников открыто. Мы справимся. Главное – держаться вместе. И еще одна картина стартует в начале сентября «Одесса» от режиссера Валерия Тодоровского. Действие фильма происходит в начале 70-х годов прошлого столетия в городе, который закрывают из-за эпидемии холеры. В центре сюжета журналист, приехавший в Одессу на отдых к родне вместе с сыном. В картине переплелись семейные тайны, запретная любовь и попытки уехать из закрытого города. У меня на этом все. Теперь вы знаете, как разнообразить свой досуг. С вами была Алина Лазарева. До встречи на телеканале «Кубань-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова